Итак, что говорит глава Пентагона? Давайте с этой темы начнем. Ллойд Остин прямо заявил, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам могут повлиять на ситуацию в мировой энергетике. И Украине следует их прекратить. Что слышу я? Я слышу, что мало того, что мы вам не даем денег, не даем вам ракет, так мы еще и боимся подорожания нефти на фоне выборов предстоящих в Соединенных Штатах. Ну и просто представьте, что во время Второй мировой войны, например, Америка бы не ударяла по стратегическим объектам в Германии и боялась бы подорожания бензина на американских бензоколонках. И сейчас кто-то скажет, зачем ты сравниваешь Гитлера и Путина, но я считаю, что для мира они несут практически однозначную угрозу оба. И вот тут, Борис, ну вот честно, меня эти заявления страшно разочаровывают. Мы сейчас о помощи Украине, которая задерживается, еще отдельно поговорим. Помогите разобраться, да, что означают вот эти заявления, как их трактовать. Украина не должна бить собственным оружием по российским стратегическим объектам. Да, значит, дело все в том, что давайте будем смотреть на ситуацию в Украине и отношение Америки к войне в Украине. В общем, как вообще администрация Байдена смотрит на свою роль вот в этих горящих точках земного шара? Я говорил в наших эфирах, вынужден повторять. Сегодня политика Байдена спустит на тормоза все, что творится за пределами Америки в горящих точках. Прежде всего, в Украине заканчивать войну любыми способами и Израиль. Вы посмотрите, самый наглядный пример Израиль. Вынудили Биби Натаньягу выводить войска из газы, не дав ему возможность добить этих негодяев. Вы посмотрите, это все линия единая, что по отношению к Украине, что по отношению к Израилю. Я вынужден повторить, что сегодня у Байдена девиз один – прийти к 5 ноября как лидер партии мира. Вот так вот. Плевать на Израиль, плевать на Украину. Надо выиграть эту борьбу на политическом уровне. А вы думаете, что это просто так? Нет, друзья мои. Сегодня, я говорил и повторю еще раз, идет война между идеологиями. Америка должна рухнуть. Та самая великая Америка, которая была оплотом капитализма, сегодня она не должна иметь права на существование. Вот это девиз демократов. Они говорят, нет, здесь тоталитаризм, здесь, вы знаете, как они говорят, ну, как они назвали Трампа-то, я вам сейчас скажу, экстремизм. Ну, в общем, я не хочу такие вот другие слова применять. Пытаюсь быть более-менее политкорректным, как они любят это. И, тем не менее, они сегодня пришивают республиканцам все, что хотите, с целью обелить себя, показать, что именно республиканцы негодяи, они за войну и так далее. А вот мы, миротворцы, вот мы можем заключить мир. Я сейчас коснусь Трампа. Сейчас очень много о нем тоже разговору идет, и это очень важно сказать. Давайте мы, Борис, по порядку. Про Трампа отдельно поговорим. Отдельно мы поговорим, да. Давайте сейчас вот про ситуацию эту, да. Так вот теперь смотрите. Вы что думаете? Байден не знает о том, что более 60% американцев за Украину. Он это знает. И вот эти вот пипеточная помощь, я уже не говорю, она уже далеко не по чайной ложке. Вот эти вот, опять вот он отправляет сейчас, он помощь отправляет Украине. Посмотрите, 138 миллионов долларов. Вчера Госдеп подтвердил отправку новой партии оружия американского на 138 миллионов. Слушайте, он дразнит, кому нужны эти 138 миллионов. Вы знаете, вот эти 138 миллионов он берет из тех 4 миллиардов, которые обнаружились, и он не хочет их сразу использовать с целью отправки в Украину. Ну, патриот, систем противостояния обороны, которые могут спасти жизни сотням и тысячам украинских солдат и граждан, к примеру. Я не говорю уже о гражданской инфраструктуре. Я не говорю о зернохранилищах. Я не говорю о энергосистеме Украины, которая сегодня под специальной атакой Путина. Вы понимаете, как? Вы посмотрите. С одной стороны, он хочет показать большинству американцев, что он якобы заботится об Украине. Вот эти вот порционно посылает маленькие доли. И причем, я понимаю, это тоже нужно, то, что он посылает. Но это уже мало. Этого недостаточно. Более того, сегодня приоритет должен быть за патриотами, атакомцами большого радиуса действий. И, конечно, самолет F-16, который уже надоело говорить из одного эфира в другой. Одно и то же. Уже оскомено. Вы понимаете? Поэтому вы посмотрите, что происходит. Вот сейчас мы со дня на день ждем, что произойдет в Конгрессе. Джонсон спикер под колоссальным давлением. Прежде всего, своей родной партией. Вот эти три выдающихся друга Украины, три Майка, возглавляющие три ведущие комитеты по вооружению, по внешним связям и по разведке, они сегодня, знаете, вот в лице Майка Маккола, председателя комитета по иностранным делам, прямо сказал он Джонсону, если ты не выставишь на голосование, мы это сделаем без тебя. Ты мне друг, но истина дороже. Все, баста. Таким образом, вот где-то еще, я не знаю, до 22-го, опять Конгресс уходит на недельный отпуск. Там были христианские святые дни, Пасха, а теперь пасовер еврейский будет одна неделя, и вот Конгресс закрываться будет на неделю. Но это формально. На самом деле Джонсон не уходил в отпуск. Он оставался в Вашингтоне, он продолжал работать во время пасхальных каникул. Сейчас будет то же самое. Но, тем не менее, ему поставили условие, до 22-го что-то должно произойти. Борис, а если будет выставлено на голосование, Ваши предчувствия, найдутся голоса, если все-таки Джонсон сделает это? Да, у меня надежда, скажу вам честно, на демократов сегодня. Потому что лидер меньшинства Хаким Джафри сказал, что если в прошлый раз мы приняли активнейшее участие по смещению Кевина Маккарти, в этот раз мы так не сделаем. Мы поддержим Джонсона. Это меня радует. Дай Бог. И они сегодня очень... Хаким Джафри с тет на тет работает и с Майком Макколом. Вот это очень важно. Мне это нравится. И я вам хорошо пример приведу. Самый свежий. В воскресенье на CNN выступал Майк Тернер, выдающийся наш конгрессмен, республиканец, председатель комитета по разведке, который, вы знаете, если до сих пор я слышал из моих источников и пытался избежать озвучивания, но в этот раз я был шокирован той правдой, которую сказал Майк Тернер. Тем, что у нас республиканцы в Конгрессе уже настолько очарованы, в кавычках, пропутинской пропагандой, что этим надо уже разбираться. Вы понимаете? У нас уже есть разговоры о том, что та самая больная на голову, конгрессвумен из Джорджии, мейджорен Тейлор Грин, она уже есть разговоры, хотят проверить ее финансы, используемые в ее избирательной кампании. Это очень серьезно. Посмотрим, к чему это приведет. Но, знаете, время идет. Каждый день вы смотрите, что происходит сегодня в Украине. Почему мы долбаем, пытаемся хоть, ну, мы не такие уж большие люди, но, тем не менее, от имени избирателей, доноров и так далее, пытаемся хоть что-то делать. Понимаете? И, тем не менее, слухи доходят от нас. Вот есть отзывы, они уже поступают по имелу. Вы посмотрите, что происходит. На очереди сегодня у Путина запорожская атомная электростанция. Ему простили Каховку, которую он раздолбал, и последствия будут десятилетиями, последствия наводнения после взрыва плотины Каховской ГЭС. Ему сегодня простили атаки его на Днепро ГЭС, крупнейший ГЭС в Европе, кстати. И сегодня он уже провоцирует, знаете, вот эти вот террористические действия именно на запорожской атомной электростанции. Опять-таки сваливая на Украину. Вы посмотрите, что происходит. Таким образом, у него расчет элементарный. Отступать некуда. Запад все проглатывает. Более того, Путин чувствует, что Байден спускает на тормоза. Самый наглядный пример – это Израиль. А если после Израиля непременно будет Украина, что мы видим сегодня? И вот эти осуждения, которые вы произнесли из уст Остина, друзья мои, большого друга Украины, даже Остин оказался под чарами этого бидона, простите, Байдена. А он кто, Байден? Сегодня Байден сам не говорит. Он овощ. Сейчас его устами говорят Селиван, советник по национальной безопасности, и Бёрнс, директор ЦРУ. А они пешки в руках Обамы. Запомните это. Обама – это пахан демократической партии. Это он, знаете, такой крестный отец. Это он сегодня управляет демократической партией. Это он говорит, мы должны любой ценой победить 5 ноября. Любой ценой. Иначе мы потеряем Америку. Это слова Обамы. Вы меня поняли? А этот как робот ходит сегодня. Вот посмотрите на… Обратите внимание на его мимику, на его жесты, на лицо Байдена. Это позор мне, гражданину Америки, который платит зарплату этому балбесу Байдену. Я налогоплательщик, он живет на моей зарплате, на моих деньгах, на наших миллионных вложениях в карманы законодателей и исполнительной власти. Вы понимаете? Мы имеем право возмущаться. Поэтому вся надежда сегодня, конечно же, на именно Джонсона. Посмотрим. Но, опять-таки, давайте не будем обольщаться. Вот эти 61 миллиард – это еще не спасение, ребята. Это не панацея от всех наших бед. Абсолютно нет. Сегодня речь идет о той платформе, которая была отражена в плане победы Украины. Вот разработанные тремя майками. Вот это сегодня будет платформой обеих партий в Конгрессе. Давайте просто цитату президента Украины Владимира Зеленского приведу, потому что мы с вами переходим от темы, чтобы кое-как хотя бы продержаться. Вот сейчас, на самом деле, много кто именно такую цель себе ставит. А вы уже переходите к плану победы. Это замечательно. Спасибо, что у вас такое видение далекоглядное. Вот просто сейчас Владимир Зеленский, честно говоря, совсем не пышет оптимизмом по поводу помощи США и перспектив, то есть Украины, по словам президента. Сейчас мало того, что нет возможности провести наступательную операцию для того, чтобы побеждать, нет возможности даже на то, чтобы должным образом обороняться. Владимир Зеленский говорит о том, что Россия может пойти в новое наступление уже в мае или в июне. И при этом, возможно, одной из целей будет захват областного центра, города Миллионника, города Харькова, моего родного, между прочим. Поэтому да, это здорово, что вы говорите о том, что надо побеждать. Но Владимир Зеленский говорит о том, что сейчас главное хотя бы без этой помощи удержать то, что есть. Вот что пугает больше всего. Поэтому сегодня речь идет о том, чтобы из этих 61 миллиарда в первую очередь поступали патриоты. Имейте в виду, сегодня в Украине имеющиеся 4-5 патриотов, они даже не из Америки. Они бывшие в употреблении, они поступили из Германии и Польши. Сегодня республиканцы говорят, надо дать последние модели патриотов. Мало того, украинцы в восторге от качества вот этих патриотов, которые поступили в Украину, которыми Украина пользуется. Так, эти новые будут еще лучше, чем вот о которых речь идет. Поэтому мы сегодня говорим о том, что не просто 61 миллиард там дали. Нет, нам нужно, чтобы было качество. Суперсовременные. И не 25, как просят сегодня Зеленские, 25 патриотов. Но 50. Ну дайте хотя бы 10, потом 10, потом, то есть с интервалом в неделю, не больше, чтобы быстрее их установить, задействовать и начать пользоваться. Тем более украинские солдаты потрясающее мастерство продемонстрировали в умении быстро осваивать и пользоваться. Тем более их учить уже не надо. Они уже давно пользуются патриотами. Просто принесите, они сами установят и начнут пользоваться. В этом вся проблема. Поэтому время, время, время. Промедление смерти подобно. Все. Дальше отступать некуда. Это позор. Позор Америки. Прежде всего. Я признаю это. К сожалению. Вот что делать нам? Только так. Поэтому посмотрим, что будет. Мы очень надеемся на то, что вот ближайшие неделю-две что-то произойдет в Конгрессе. Наконец-то вопрос будет решен. И я не думаю, что будет проволочки будут. Потому что вы посмотрите, как напряженно разговаривают друг с другом республиканцы внутри своей партии. Да и я вам прямо скажу, вы не думаете, что демократы сегодня такие, знаете, беленькие, пушистые. Абсолютно нет. Вот та теория, которую сегодня проповедует Бидон и Байден и его окружение на Ближнем Востоке и в Украине – это влияние прогрессистов. Это именно они взяли сегодня Байдена, вы знаете, в заложники. Это они управляют и сегодня Абамой, который именно он диктует через них на все остальные отделения республиканской партии и в законодательном институте, и, конечно, в исполнительной власти. Поэтому вопрос крайне серьезный. У нас имеются идиоты в республиканской партии, вот в лице Меджер Грин, который угрожает спикеру вышвырнуть его так же, как они это сделали с Кеменом Маккарти. Вот с одной стороны, а с другой стороны, вот, пожалуйста, прогрессисты в демократической партии. Но мне понравилось, что впервые публично лидеры республиканской партии в Конгрессе в лице того же Торнера и Маккола осудили вот ту же Меджер Грин и Гайца. Есть такой Гайц, тоже еще один балбес, он из Флориды. Вот, кстати, о нем сейчас идет. Кстати, расследование против него уже началось. Он имел сексуальное отношение с малолеткой, это уже есть. Более того, он даже имеет какое-то отношение к применению наркотиков запрещенных. Таким образом, сейчас началось расследование, и я думаю, что в ближайшее время мы будем с вами свидетелями нового возбуждения дела против него. И, кстати, не случайно наш вот этот МакТорнер сказал о том, что надо проверить, под какой пропагандой находятся вот эти вот наши некоторые республиканцы. Он имел в виду Меджер Грин. Вот, например, вот это тоже будет иметь расследовательное продолжение. Таким образом, ну, рано или поздно партия избавится от них, я в этом не сомневаюсь. Но время идет, время идет, и сегодня на кону порядочность, гражданский долг нашего спикера Джонсона. Продолжение следует...